Весна Субтитры создавал DimaTorzok Раскладывающийся, самый компактный и самый современный скутер И создан он благодаря эстонскому стартапу Stigo Об этом изобретении мы беседуем сегодня с главным маркетологом компании Харальдом Саром Добрый день, Харальд! Здравствуйте! Расскажите вашу историю, как появилась идея и как развивался стартап? Сама идея бизнеса появилась около 10 лет назад Изначально была мысль производить электромобили Но очень скоро стало понятно, что это слишком сложное и затратное дело И тогда было принято решение заняться роллером При этом обязательно легким и компактным, который можно брать с собой Один из основателей компании Всем известный организатор глобальной уборки ТМАРа Райнард Нылвак Поэтому неудивительно, что в основе идеи было создание городского транспорта Дружелюбного к окружающей среде Стартап имеет шансы стать успешным лишь тогда, когда решают проблемы потребителя Расскажите, кто ваша целевая аудитория и какую проблему для них вы решаете? Все верно Вопросы «зачем?», «для кого?» являются ключевыми Мы видим своими основными покупателями городских жителей Которые ежедневно пользуются метро или поездами Конечно, они не должны отказываться от этих или других видов транспорта И мы не стремимся их заменить Но мы хотим решить для таких людей проблему в последнем мире То есть человек выходит, скажем, из поезда вместе с роллером Раскладывает его и едет на нем оставшуюся часть пути До остановки, до места своей работы Таким образом, мы помогаем людям сберечь их время и силы Ну и затем в качестве целевой группы идут путешественники Владельцы автодомов или яхт Для них крайне важно, чтобы транспортное средство Помещалось в сравнительно небольшой багажный отсек Тогда они смогут использовать компактный роллер для поездок в тех места Куда приехали или приплыли Со временем в круг пользователей мы добавили обитателей научных кампусов И работников офисных городков Которым нужно быстро перемещаться между зданиями Так что Stigobike — это не заменитель традиционного транспорта Но удобное дополнение к нему Например, в Эстонии существует система «Паркуйся и поезжай дальше» Используя ее, автовладелец оставляет машину на специальной парковке И дальше едет на роллере Не рискуя застрять в пробке, экономя таким образом на парковке и бензине Это как раз наш случай Давайте разберемся, что особенного в вашем скутере Какие технологии вы используете? Главная, скажем так, фишка Stigobike — это то, что он очень легкий Вот этот конкретный роллер весит 13,5 кг Складывается и раскладывается за 2 секунды И его можно катить с собой, как сумку для гольфа или чемодан Для этого у него есть дополнительные небольшие колеса Наши инженеры все время работали над тем, чтобы убрать лишние детали и сделать роллер по возможности легче При этом у него есть все необходимое для передвижения по улицам — фара, стоп-сигнал Stigobike сертифицирован как транспортное средство в соответствии со всеми европейскими требованиями При этом он практически не требует ухода Все просто, надежно и понятно, что очень важно для городского жителя На дисплей выводится информация о заряде аккумулятора, скорости и показывается точка на карте, до которой можно доехать с текущим зарядом батареи Батарея, кстати, находится внутри рамы, а мотор прямо на ступице колеса Расскажите, как вы прошли путь создания Stigob от прототипа до финального изделия? Автор технического воплощения этого скутера — наш эстонский дизайнер Матти Иунапу Первые прототипы были довольно громоздкими и неуклюжими, поскольку мы пытались одновременно решить множество проблем Например, был багажник с крышкой Но чем больше мы углублялись в работу, тем понятнее становилось значение простоты Особенно, когда стали считать стоимость производства Так мы встали на путь сокращения всего ненужного В итоге получился легкий, элегантный роллер с чистыми линиями, у которого есть только нужные для нашей аудитории функции Вышел из автобуса, разложил, сел и поехал до работы Конечно, мы опираемся и на обратную связь, которую получим от потенциальных продавцов, имеющих опыт продаж электрических скутеров, сегвеев и тому подобной техники Компактность и мобильность — вот что ценят наши покупатели Можно заметить, что садясь на стига, люди начинают непроизвольно улыбаться И все потому, что на нем просто и приятно ехать Разблокировал электронный замок, нажал на кнопку включения, повернул ручку газа и в путь Поговорим о роли команды в стартапе На вашем примере расскажите, кто должны быть люди в команде, какими навыками они должны обладать? Да, вопрос команды, конечно, имеет большое значение К сожалению, наличие инженеров и самого продукта недостаточно для успеха компаний Кто-то должен уметь превратить продукт в деньги Поэтому, так же, как и для многих других стартапов, для нас очень важны люди, умеющие продавать Особенно ценен опыт международной торговли В нашей команде есть люди, отвечающие за продажи Я занимаюсь маркетингом Есть еще два дизайнера и инженер Мы все работаем в одном офисе тут, в Таллине Что очень удобно, поскольку все всегда в курсе происходящего Когда мы берем кого-то на работу, то обращаем внимание на склонность человека к поиску нестандартных решений Мы сами по натуре инноваторы и ищем тоже инноваторов А с точки зрения предпринимателя, как вы оцениваете экосистему стартапов в Эстонии? Насколько она дружелюбна? Стартап индустрии мы, как говорится, живем и дышим И то, что Эстония поддерживает стартапы, очень правильно В конце концов, чем больше их будет запущено, тем больше в итоге останется в живых И я считаю, что если есть идея, надо пробовать Рисковать и ставить на карту может два или три года своей жизни Зато в случае успеха награда велика Так что да, рискуйте, тем более, что государство и замечательные люди, работающие в стартап индустрии, обязательно вам помогут И последний вопрос, Харальд, на какой рынок вы рассчитываете и когда стартуете с продажами? Сейчас мы находимся на стадии активного поиска и заключения договоров с продавцами в разных странах Рассчитываем, что первые продажи начнутся уже в мае Первостепенными рынками для нас являются Германия, Голландия, Дания, Бельгия и Австрия Критерии выбора просты Должен быть подходящий для такого транспорта климат, платежеспособные покупатели и растущий рынок электрических велосипедов Представьте, например, сейчас в Голландии каждый четвертый продающийся велосипед электрический Рынок растет дикими темпами, и мы готовы в этом участвовать Кроме этого, большой интерес проявили азиатские страны Также Индия, Сингапур, Россия и США Пока мы повсюду не успеваем и сосредоточены на выбранных нами главных рынках Но при этом мы себя не ограничиваем и точно знаем, что все еще впереди Харальд, спасибо за интересную беседу и я желаю вам удачи в вашем бизнесе Айта